Карабах раздора. Бои между Арменией и Азербайджаном свидетельствуют о растущем вакууме безопасности. Россия сейчас не до Кавказа, но природа не терпит пустоты. Азербайджан, должно быть, рассудил, что новое наступление на Армению из-за Нагорного Карабаха вынудит его соседа пойти на новую ступку, как два года назад. Первые признаки свидетельствуют о том, что этот шаг окупился. 14 сентября, после того, как азербайджанская армия нанесла удар по армянским позициям, премьер-министр Армении Николай Пашинян заявил, что готов заплатить высокую цену за мир. Он заявил парламенту, что мы хотим подписать документы, которые нас будут критиковать, ругать, называть предателями. Народ может даже решить отправить нас в оставку и лишить власти. Толпа потребовала отставки Пашиняна. Многие армяне предположили, что он имел в виду, что Армения готова признать суверитет Азербайджана над Карабахом. В 1920 году Азербайджан отвоевал большие участки территории, населенные в основном армянами, и почти три десятилетия, которые удерживались Армении. Но статус анклава остается нерешенным. Азербайджан хочет, чтобы Армения отказалась от своих претензий на Карабах. Армения не торопится с этим и хочет гарантий для армян региона. Мирные переговоры при посредничестве ЕС продвинулись вперед, но всеобъемлющего урегулирования карабахской проблемы, демаркация границ и строительство транспортного коридора между Азербайджаном и его собственным анклавом Нахичеванем казалось труднодостижимым. Считается, что более 200 армянских солдат, а также не менее 79 военнослужащих Азербайджана погибли в ходе недавних столкновений. Азербайджан потратил миллиарды долларов на новое вооружение, включая турецкие и израильские беспилотники, имеет военное преимущество. Однако, его решение позволить оружию говорить вместо переговорщиков может иметь неприятные последствия. Правительству Армении будет трудно продавать какие-либо мирные соглашения у себя дома, потому что это будет воспринято как, что это делается под угрозой применения вооруженной силы. Пашинян, похоже, уже охладел к этой идее перед лицом негативной реакции внутри страны. Это усугубляемое сообщение о зверствах, совершаемых наступающими азербайджанскими войсками. Ни один документ не был подписан и никакой документ не будет подписан, сказал он всего через несколько часов после своего выступления в парламенте. Когда Армения ответила на нападение Азербайджана, применив пункт о взаимной обороне ОДКБ, Россия отказалась. Единственным ответом, на который мог ответить Бог, было направление миссии по установлению факта. Официальные лица Армении не смогли скрыть своего разочарования. Тем не менее, Россия по-прежнему главенствует в регионе. Она продает оружие Азербайджану, имеет военную базу в Армении. Российские войска патрилируют границу Армении с Турцией. Около двух тысяч российских миротворцев остаются в Карабахе в рамках режима прекращения огня с 2020 года. В регионе нет иллюзии относительно мощи России. Никто не хочет противодействовать России. Но Россия сейчас не до Кавказа. Результатом является растущий вакуум безопасности. Это не сулит ничего хорошего для мира.